Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать в программе «Хлеб на каждый день» и пригласить вас за стол. Мы с вами на территории Божьего Царства. Мы на территории, где Господь нам накрывает сам стол, потому что Он знает, что в этом мире, особенно в последнее время, активизировались люди-носители взаимоотношений с нечистым миром. Чтобы нам не подпасть под их влияние, чтобы нам не бояться их, а жить с учетом того, кем мы являемся и какие взаимоотношения имеем с Богом, вот это то, что нам Господь сегодня явно предлагает, приглашает нас на эту территорию и дает нам сегодня свои ресурсы. Поэтому я продолжаю говорить из того, что мы читаем в Первой книге Царств, уже 28 глава, где Саул ищет совета от Самуила через волшебницу. И сейчас Самуил говорит ему, зачем ты меня зовешь, если Бог от тебя отступил. Прочитываем еще раз эти слова. «И сказал Самуил, для чего же ты спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим? Господь сделает то, что говорил через меня. Отнимет Господь Царство из рук твоих и отдаст его ближнему твоему Давиду». Посмотрите, это то, что он не хотел услышать. Но сейчас Самуилу нечего страшиться. Он уже недосягаем для Саула, с одной стороны. С другой стороны, он и раньше ему это уже говорил. И сейчас он только повторил эту фразу. «Господь забирает у тебя Царство». Но имейте в виду, что Давид в этот момент вообще на территории и на стороне Анхуса, именно в этой битве он не на стороне Израиля, а он на стороне филистимлян. Но несмотря на это, Бог все равно говорит, Давид встанет на престол, потому что я его туда позвал, и он это сделает. Поэтому так важно, друзья, не то, что ты сейчас чувствуешь, не то, что ты проходишь, не то, что видят люди по отношению тебя, а то, что Бог о тебе сказал. Если то, что он сказал, еще не исполнилось, не отвернись от Божьего обещания, а скажи, Господь, а я знаю, что ты видишь мой финиш, ты знаешь мой завтрашний день лучше и больше, чем это имею в знании я. Поэтому, друзья мои, мы будем знать Бога говорящим, творящим, слышащим, тогда, когда мы доверяем Его Слову, когда мы каждое Слово, которое принимаем от Него, пропитываемся им и говорим, а я знаю, что так будет. Поэтому вера – это то, что всегда Бога радовало, всегда Его удивляло, всегда Его приводило в восторг, что кто-то доверяет. И вы знаете, когда Авраам поверил Богу, Бог с таким радостным возгласом сказал, Авраам, я тебя размножу, потому что Господь хочет иметь верующих людей. Авраам – отец всех верующих. Поэтому мы с вами сегодня, друзья, можем умножить число радости Богу или число людей, которые приносят радость Богу, и сами от этого укрепиться, потому что небеса сегодня, они смотрят на нас. И если Саул, чего не хотел слышать больше всего, потому что Давид, он уже утверждал, что «Давид, ты станешь лучше меня», и причем он знал, что царство будет в его руке, но сейчас он уже знание свое подтверждает. И этим самым надо отметить такую деталь, друзья, когда мы что-то уже знаем, то нам надо в соответствии с этим жить, а не спрашивать еще другой ответ. А вдруг это изменится? А вдруг будет по-другому? Если уже Бог что-то сказал, кому-то определил свои позиции, Он это будет осуществлять. А вопрос только, будем ли мы на стороне Бога или противостоять Его планам, как это было с Саулом. Да поможет нам Господь не быть в числе противников Его воли. Господь, я благодарю Тебя, что нам принадлежит позиция в Тебе, нам принадлежит победа в Тебе. И пусть, Господь, каждый из нас вспомнит все Твои пророческие слова в наш адрес, которые Ты уже говорил во сне, либо через родителей, либо через Твоих пророков, учителей, пастыров, наставников, пусть все это поднимется, чтобы с этим, как с доказательством, приходить пред Твое лицо и сказать, Господи, вот что Ты сказал, осуществи это в моей жизни, на практике. Я хочу быть готовым к Твоей программе на мою жизнь. И я верю, что Ты поможешь мне. Я верю, что Ты ответишь мне. Слава Тебе, Господь, что на веру Ты всегда реагируешь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания.